Они умеют ходить по лестницам. Атомные объекты страны получат специальную технику. Клюшки в сторону. Хоккейная команда «Феникс» закрыла сезон товарищеским матчем. Посиделки в избе. Русская выставка открылась в Краевеческом музее. Здравствуйте! В эфире экспресс-выпуск «Детали дня» в студии Мария Морозова. Тепло в свои руки. Росэнергоатом планирует создать собственные теплоснабжающие организации в городах, где расположены атомные станции. Подобные дочерние организации уже созданы в Удомле и Полярных Зорях, пишет издание «Интерфакс». Причиной для такого решения послужили частые обращения органов местного самоуправления по поводу сложной обстановки в коммунальном хозяйстве. В некоторых городах ситуация с теплоснабжением в этом году оказалась критичной. Как считают в концерне, создание тепловых и жилищно-коммунальных компаний при правильном хозяйствовании может стать рентабельным бизнесом. Речь идет о том, чтобы взять под контроль управление тепловыми сетями города, но при этом они по-прежнему останутся в частной и муниципальной собственности. Как сообщил «Интерфакс», в число городов, где планируется создание таких организаций, вошел и Заречный. Роботы на атомных станциях. Начиная со следующего года все атомные объекты страны будут оснащаться специальной техникой, сообщают представители аварийной службы «Росатом». Малогабаритный робот – это разработка миасских ученых. Такая техника предназначена для работы в трудных условиях, в эпицентре ядерного взрыва. Роботами управляет человек с безопасного расстояния. Эти машины видят, режут, ходят по лестницам, поднимают тяжести, разворачиваются в узких пространствах. Сейчас в Миассе готовы четыре опытных образца. В ближайшие 2-3 года такими роботами оснастят все атомные станции России. Денежные поправки. Четвертый ребенок в семье будет посещать детский сад бесплатно. В закон об образовании Свердловской области внесены изменения. Новую редакцию закона утвердило законодательное собрание Свердловской области, сообщает областная газета. Уже с 1 апреля родителям больше не придется платить за содержание в детском саду четвертого ребенка. Однако частичная компенсация расходов за содержание остается все той же. За первого ребенка 20%, за второго 50% и 70% за третьего. Все расходы на компенсации будут выплачивать из областного бюджета, сообщает в законодательном собрании Свердловской области. В Краевеческом музее обновление экспозиции. Три века русской елки сменили посиделки в русской избе. Самобытность предметов старины оценила наша съемочная группа. Об этом живой сюжет. Мы рассказываем, как строили избу, чем украшали жилище, какая посуда была, какие орудия труда были. Швейка, приспособление для шитья девушки или женщины, то есть часть на которую садилась девушка или женщина и такая небольшая стоечка с мягкой подушечкой. Шутку мы ее назвали первая швейная машина. Чтобы мужику сделать, нужно было дерево найти, топором все вырубить и хозяйке подарить вот эту лопату. И ведь, посмотрите, не выбросила она ее, когда она треснула, скобочку сделали, и она еще прослужила бы лет, может быть, сто. И как мы сейчас к вещам относимся с легкостью. Едут телеги на покос, и сзади болтается вот этот сосуд. Во время покоса каждый желающий мог подойти и испить, значит, из этого носика. Мне понравилось, в принципе, здесь много нового, да, особенно мне понравилось это, как пряли, и как называли девушек и женщин, но сейчас женщина, а раньше баба, русская баба. Не знаю даже, что сказать-то. Ну, а посуде тут узнал, рассказывает интересно. У меня пройдет эта доска, как она называется, которые били это вот. Хорошо, для себя нового это узнать всегда не полезно всегда будет. Большебрусянский лед прощается с гонщиками до нового сезона. На днях прошел последний заезд ледовых гонок в пригороде Заречного. Организаторы соревнований – клуб любителей автомобильного спорта. Три года назад ребята самостоятельно что-то начали на льду исполнять, решили все это более правильно организовать. И вот третий год уже проводим. Ну, этап, грубо говоря, у нас получился уже этап – Большебрусянский лед. Водительский стаж некоторых гонщиков составляет половину жизни. Однако водители не делят на профессионалов и новичков. Делят только автомобили по классам. Полный привод, спорт и классика. Также к 8 марта создали еще один класс леди для представительниц слабого пола. Кто стал лучшей гонщицей и другие детали соревнований мы покажем вам завтра. Не пропустите. Коньки и клюшки отправляются в кладовку. На днях зареченская команда «Феникс» закрыла хоккейный сезон. На льду Дю США прошел товарищеский матч с Екатеринбургским буревестником. Капитан «Феникса» Егор Цавицкий говорит, что в последнем матче сезона хотели показать зрелищный хоккей. Так и получилось. Обилие голов ждало немногочисленных болельщиков. К окончанию основного времени счет 4-4. Победителя пришлось определять в серии буллитов. Здесь нашим хоккеистам не было равных. «Феникс» одержал победу со счетом 3-1. Последнюю шайбу в этом сезоне забросил зареченец Александр Сахин. А лучшим игроком матча, по мнению наших хоккеистов, признан Михаил Корнечук, показавший красивую и самоотверженную игру. А я прощаюсь с вами до завтра.